Так, Шухрад нас проводит по территории. Привет! Как дела? Да. Хочешь что-нибудь сказать, как все дела? У меня все отлично, мы наблюдаем за национальными подписчиками. Я, к сожалению, нет, даже не в туалете в этот раз. Будешь смотреть просто? Спаррингом. Спаррингом? У кого спарринг? Такие дела. У кого будешь спаррингом? Или кто позовет? Кто позовет, по-разному. Прикольно еще не был спаррингом? Вчера я тренировал. У кого-то? С итальянцем Вадим тренировался парник. Парник, да? Да. Прикольно. Экспириенс. Ну, слушай, классно. Посмотришь, как ребята, да, катают? Ну, классно. Да. Так у нас Тиафа. Тиафа. Тиафа и с каждым черным было. Бам-бам-бам. Что касается наших аккредитаций, что у меня, короче говоря, вот такие две есть. От технофайбера, типа стрингеры, и еще одна пресса. Пресса, пресса. Ну, короче, погнали дальше. Технофайбер. Наша локация. Алло. Да, ватан. Это Ватан. Это Ватан. Ватан, ты готов к турниру? Говори в микрофон. Смело. К турниру готов. Я вижу, как вы готовы, блин. Когда коробки разложитесь, когда коробки разложите. Ну что, добро пожаловать на локацию Алматы Open. 250 ATP. Сейчас мы на локации скоростомера. Люди молчат, бьют, проверяют свою скорость. Немножко ребята не рассчитали и взяли какую-то отстойную ракетку. Еще и без ручки, без намотки. И она вылетает у всех из рук просто. Сейчас доча будет мочить. Кир, готова? Выпила заряд? Давай, Кира, мочи. 82, давай 100. Ударом справа мочи. Со всей силой. Каким-то невообразимым способом. 146. Давай я ударю. Есть. 48. Совершенно верно. Вы получаете, получается, фишку. Вы можете обвинять ее в ВИП-магазине на какой-то мерке. Супер, спасибо. Путешествуем дальше, в общем, по локации. Посмотрим все места, чтобы те, кто не смог быть на этом мероприятии, смог насладиться хотя бы этим видео. Так, подходим на виртуальную реальность. Играем в теннис. Виртуальная реальность – это для тех, кто не умеет играть в теннис, хотя бы виртуально побаловаться. Кафешечки всякие. Дочь, пойдем. А, инсталляции. Давайте посмотрим на инсталляции. Вот такая инсталляция интересная. Когда кого-нибудь встретим. И вот, пожалуйста, интересная. Ну-ка, иди посмотри туда поближе, подойди. А, они вот как раз таки, смотри. У, какая хорошая корзинка. Мне нужна такая корзинка. Мне нужна такая корзина. Офигенская. Так, Кира решила что-то тут... Что ставила? Держится? Так, здесь у нас Мизуно. Йонакс, Мизуно, Хэт. Ничего, пойдем дальше. Здесь. Что за конкурсы здесь? Так, что-то здесь интересное. О, мы будем участвовать. Мне надо. Сейчас спросим, что нужно сделать. Очки считают. Нечестно тренеру, конечно, участвовать, но попробуем. Да? Тренеру честно участвовать в таких конкурсах? Здравствуйте, пожалуйста, скажите, как в эту игру играть? Вы должны ракеткой и мячом попасть. Если вы попадаете посередине, то это 50 очков. Если вы остальные, то, как написано, 16, 7, 19 и так далее. Поближе встань. Потом я попробую в центр бить. Чё, разок? Давай, это сюда. Держи двумя руками. Центр сколько? 50. 50. Ах, ты. Центр. Центр. Всё, победа. Достаточно? Да. А, спасибо. Обращайтесь к тренеру. К тренеру обращайтесь, он попадет в центр. Сразу вбедит. Так, давай. Что у нас? Второй есть. Погнали дальше. Проходите упражнение. Здравствуйте. Здравствуйте. Это же знаменитый тот самый канат. Здравствуйте, канат. Как у вас Деваша? Хорошо, спасибо большое. Ты поближе ему подставляй, чтобы слышно было. В лицо тыкай. Пришел со всеми вместе потренироваться, побегать, поиграть. Классные мероприятия. Как вам обстановка здесь? Вы пришли с семьей? Я пришел с семьей, да. Ребенок, дочка и пацан. Я думаю, что они скоро тоже вырастут, будут ходить на теннис к вашему папе. Я хорошо, отлично. Идем дальше. Вы пришли сюда с семьей? Нет, я пришел с ним, и у меня там конкурс. Хорошо. Вы уже участвовали в каких-то конкурсах? Да. В каких именно? Типа, где участвовать надо или просто в эти игры? Ага, хорошо. Мейкеры, Кира, давай, медься, в тридцатку медься, 5, 10. Ладно, я сейчас сделаю, давай. Ищи, да. Молодец, на, снимай. Это сложно. Ладно, в следующий раз вернемся. О, здесь все окей. Интересная студия, диджеи, бегайте, за которые нас заблокируют. Я вообще так хотела. Здесь находятся диджеи, которые включают музыку. Также это, можно так сказать, отдыхательная зона. О, это же диджей-снайпер. Я его знаю, это диджей-снайпер. Да ладно. Переходим дальше. Что у нас на следующем? Так, идем на очередную непопулярную почему-то локацию. Скучает молодой человек. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, что тут надо делать? Надо собрать белых либо черных кружочков в один ряд. Ну ладно. Дай пять. Молодец. Молодец, доча. Так. Здравствуйте. Что тут надо делать? У нас кастом ракета. Кастом ракета? У-у-у, красят ракетку. Ты не захватила с собой ракетку? Не надо. Не хочешь портить? Здравствуйте. Как у вас идет с продажами? Спасибо, все хорошо. Спасибо, все супер. У вас как дела? У нас идеально. Как продажи? Идут? Сколько все идет, все хорошо. Все, спасибо. Сколько уже покупателей было? Не знаю, мы не считали. Предполагаю, много. Да, достаточно. У тебя как голова? Тебе нравится? Да. Извините, можно задать вам один вопрос? Да, я не могу. Здесь это бесплатно или продается? Нет, у нас продажа вкусные, сочные додстеры и пицца. У нас на канале 25 тысяч подписчиков. Если мы снимем про вас рекламу сейчас и расскажем, вы нам дадите что-нибудь бесплатно? Мы, к сожалению, по бартеру не работаем. Все, придется вырезать. Так, покажи, вырезаем их, вырезаем их. Так, еще одна локация на скорость. Правда, ребята сейчас больше не на скорость, а на интуицию работают, потому что не видно фонариков. Видно фонарики только вечером. Поэтому сейчас мы определяем, у кого лучше интуиция. И как только они это играют, мы спросим, до кого это было. Кто победил? 120, сколько? 23, победил. Вот слева мальчик. Молодец. Сейчас мы вам покажем, как получить бесплатно пепси. Если вам меньше 13, то вам нельзя участвовать. Только сопровождение взрослого. Мне 10, поэтому мне придется идти с папой. Здесь есть три конкурса. Первый – это набивать ракет где-то 20 раз или 10. Или также тут есть пазл. Также тут есть пазл. И самый легкий – это сделать оберег. С помощью шарика. Все, как? Есть? Да. О, молодец. Я сейчас победила в этом кокусе. Можно мне пепси? Давайте без сахара. Спасибо. Пепси без сахара. И также там есть с сахаром у нас. Также мы давайте сейчас подойдем к магазину и попросим за рекламу, чтобы к ним побольше приходили. Давай. Это бесплатно. У нас на канале 25 тысяч подписчиков. Можно, если мы вам снимем рекламу, вы нам дадите что-нибудь с вашего бесплатно? Вам нельзя так давать бесплатно. Я уже нельзя даже. Наша миссия – это найти хотя бы один магазин, который нам выдаст бесплатно за рекламу. Мне кажется, надо вот этому магазину, потому что именно на нем почти никого нет. Хотя чебурек там. Вон стоит же тетенька. Вон, у нее спрашивают. Вон, в кепочке. Да, да, да. Она спрашивает. Можно, если мы этот приставим в ваш магазин, к вам будет заходить очень много покупателей, можно за это вы нам дадите что-нибудь бесплатно? Сейчас у меня придет девочка одна, и она вам скажет, а можно так или нет. Непонятно. Непонятно. Погнали. Сейчас мы попытаемся попросить у этого здания что-нибудь бесплатное на рекламе. Насколько подзывчивое. Сейчас мы это попробуем. Извините. Ребята работают. Можно вопрос? Конечно. В общем, у нас на канале 25 тысяч подписчиков. Можно, если мы вам представим этот обзор, и вы нам дадите за это что-то бесплатное? Да, да, да. Конечно. Можно? Серьезно. Да. Вау, вы первый, кто согласился. Круто. Это что у нас? Женау. Хорошо, можно, когда, наверное, чебуек с говядиной. Что ты выбрала? Чебуек с говядиной. В общем, Женау, это новый ресторан группы АБР, ресторан восточной центральной азиатской кухни. Мы находимся в торговом центре Мега на Розброме. А, на третьем этаже? Да, да, да. О, мы были там недавно. Три галереи ресторанов, да. Там у нас две детские игровые площадки, как раз одна на террасе. Там все в стиле вот сена, вот это точно. Да, стилистика амбара, сарая, такого формата. Больше такая домашняя, привычная кухня для наших. Еда им все. Только одна точка на Меге? Да, сейчас у нас только один ресторан. Мы открылись буквально вот в конце июля. Но это будет сетевой проект. У нас в городе будет еще несколько ресторанов. Вот, а также может и в других городах. Спаси. Вон, джинал. Ребят, зацените ресторан. Мы уже были в Меге с друзьями. Очень вкусно. Цены хорошие. Поэтому заходите. Очень вкусно. Вон, Кира заценила. Этому ресторан очень добрый, очень вкусный и очень люба. Привет, как тебе зовут? Меня зовут Аймира. Давно ты занимаешься теннисом? Да. Ага, сколько тебе лет? Мне девять. Ты уже участвовала здесь в конкурсах? Да. Много прям? Ну да. Выигрывала? Да. Отлично. Ты уже покупала что-то в этих магазинах? Там еду, там суверин. Да. А тебя мы видели в прямом эфире, пока ты жонглировала мячиками. Ты умеешь жонглировать? Да. Круто. Круто. Офигеть. Жонглируешь? Да. На камеру работать. Офигеть. Круто. Здравствуйте, что вы продаете тут? Мы продаем, мы не продаем, мы предлагаем акцию яблоки и горячий чай взамен на то, что вы подписываетесь на наш инстаграм. Спасибо. Подписывайтесь. Уху. Еще сработала одна яблоко получили. Это мы не вырезаем. А что ты предсказание прочитала? Это осень. Для вас будет авокадно-ппшный. Какой? Ппшный. Авокадно-успешный? Ппшный. А, ппшный, типа пп питания, здоровое питание. Окей. Вот этот человек, который сейчас камеру держит, он всю неделю требовал по 20 билетов для его команды теннисистов. Вот этот человек. Это я, это я. А теперь смотрите, сейчас идет уже второй сет парного матча, финала. А мы на улице. Мы даже не на экран смотрим. Мы на улице. Да-да. Он так любит теннис. Он так. Вот так именно любит теннис. А теперь подскажите, пожалуйста. Вся фишка в чем? Артем, подскажи. Это единственный вообще момент, когда здесь освобождается территория во время матча. Поэтому я всех загнал в зал смотреть, освободил эту территорию для съемки и хожу быстро-быстро снимаю контент. Артем, подскажите, сколько от вас пришло сегодня? Сегодня 20 человек. Спасибо большое, Артем. Вы еще и 22, да, получается? Да. Все, спасибо большое. Всем привет подписчикам. Тут есть детская зона, на которой оставляют детей. Также тут есть маленький корт, на котором тренируются обычно взрослые. А вообще должны дети. Сейчас мы пойдем и посмотрим. Это детская зона. Здесь, по сути, должны играть дети, но почему-то здесь играют взрослые. Но больше всего детей находится внутри здания, потому что там разные горки, атракционы. Не хочешь поиграть? Пока что нет. Там сейчас люди. Итак, заходим в дубль. Здесь у нас находятся столы, чтобы приносить сюда еду и там кушать. Также тут есть детская зона. Большая детская зона, чтобы дети развлекались. Есть батуты. Возьми у него интервью. Батуты. Батуты. Давайте, я не знаю. Батуты, чтобы дети прыгали. Я не знаю, что это, но вроде бы, по сути, это должно быть, как этот, как там называется, домино, что ли, любовь. Наверное. Это, наверное, это, дженго, да? Дженго. Здесь, по сути, должны играть дженго. Ну ладно, допустим. С ракетками можно бить. Сейчас мы проверим на прочность. Ракетка, на удивление, легкая. А мячик просто легкий. Доча моя. Помогаю здесь сам, можно или нет? Давай. Отлично. Я не знаю, интересно ли это детям или нет. Ну, по сути, так. И хорошо, блин, плюшка. Три удара, молодец. Сейчас мы будем ходить внутрь здания, там, где, по сути, должны быть сейчас проходить сам мяч. Идем. Центральная арена. Алматы арена. Идем, идем. Наверху очень сильно красиво. Не знаю, что это напоминает, но тоже очень мило. Здесь тоже локации есть, смотри. Всякие. Вот и магазин Технофайбер. Сейчас мы будем спрашивать интервью. Здравствуйте. Как у вас проходят цепоража? Все отлично. Что у вас именно больше всего покупают люди? Мячики для автографов. Их уже нет. Они уже продались. Проходите в Чехнофайбер и покупайте здесь. Можно покупать ракетки, намотки, ну и рюкзаки. Ищем. А это трофеи, это именно их и получат победители турнира. Я думала, пресса будет две машины и деньги. Деньги тоже, очки рейтинговые тоже, машины вряд ли. Машина это просто реклама Лексуса. А, да? А вот такая красота. Где? Пойдем дальше? Серебряный пулы это второе место, золотой это... Верно, верно. Идемте в детскую зону. Так, мы не снимали тогда, оказывается, кончилась память. Давай. Снизу кидай. Сколько надо выбить? 150. 150. Только дети могут или я тоже могу? Это можно. Сейчас тогда выбьем. Вам 200 надо. 70 хватит. Что, получилось? Да. Так, давай теперь я. Еще раз. Уже нет. Да, простите. Что-то... И точку поставить. Есть. Сейчас мы проверим еще остальные игры. Так как мы уже приз свой получили, давайте мы просто посмотрим, как это играть. Я буду соревноваться с тобой? Да. Давай с тобой сыграть. Да, давайте, чтобы я поснимал. С мастером, ну, сейчас посмотрим, возьму совместные в окружности. Хорошо. Хорошо. Ты хитрила, блин. Сейчас мы будем играть в это. Здесь надо попасть. Да. Ноль. Ноль. Браво. Меткость зашкаливает. Да. Все, в фотобудку пойдем? Вот, видишь, это чисто на халяву, потому что YouTube канал. Микрофон. 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 Давай. Микрофон. Микрофон. О, е. Все? Не две должно быть сразу? Давай, давай. Можно вопрос? Вы знаете, что это за место? Здесь у нас находится взрослый форнер от Lexus. Здесь можно сыграть в игру, фото-зону и также информационный блок. Есть, первый пошел, второй пошел, третий пошел. Я ее сделал! А, это все, что ли? Вот джентльменский поступок. Спасибо, спасибо. Сказал спасибо? Есть, пуфики! У Данайки возьми интервью быстро. У кого? Пошли, о чем-нибудь. Так, ну что, у нас тут гость появился на канале. Здравствуйте, а вы кто? Я Мангажива Даная, раньше была в команде Denys Live, тренировалась у Остапенко Артема Игоревича. Да, да, да. Я тут работаю, я здесь хелпер, помогаю людям по навигации. Ну и в принципе это все. На какие вопросы ты отвечаешь? Потому что меня их не задают, я сама с собой разговариваю. Я думаю, все подписчики помнят тебя, конечно же, и рады будут увидеть в очередном ролике. На финал тоже не сможешь пойти? Не смогу, у меня работа. Печаль. Ладно, можешь включить стрим, у меня будет стрим, я думаю. Стрим. О, прикольно. Да мне в телефоне сидеть нельзя тоже. Я куда-то с вами разговаривала, меня уже подписывали, чтобы я буду работать. Тебе за эту работу платят? Да. Да ладно. Но зарплату умалчивают. Сколько? Я не знаю. Обида. А вот теперь акция, которая действует только на этом турнире. Официальный стринг-сервис технофайбер этого турнира. И вот, пожалуйста, если вы покупаете ракетку и набор струн, то поднимается человек прямо снизу, со своей зоны, где они тянут профессионалом. Профессионал и натягивает вашу ракетку на ваших глазах, так еще и видео снимают на память вам. Короче, все на уровне, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok